здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами нестягин олег и сегодня мы посмотрим что же интересного присылаете вы зрители и сегодня нас порадует айдана пишет меня здравствуйте меня зовут айдана каждый день смотрю ваш канал на ютюбе спасибо за ваш труд я тут нашла просто удивительное место и не могу передать словами насколько это место странное просто фантастика вы конечно сами все увидите сейчас я вам координаты скину и отмечу все самое интересное и вы сами увидите насколько это место фантастическое но мы давайте посмотрим что же это за место фантастическое давайте скопируем координаты откроем google карту и посмотрим так ну как мы сразу видим странные полосы давайте повыше сначала приподнимемся и посмотрим где это все находится а находится это все между каспийским морем и оральским морем в пустынной местности давайте теперь более детально будем рассматривать что же тут интересного айдана увидела да как видите странные заборы может быть конечно это и не заборы не поймешь что это такое может быть это рвы может быть конечно те стены может быть остовы от чего-то разрушенного не знаю но как видите очень интересное что сама необычная в этих полосах так это странные небольшие озера которые находятся прям по этим полосам да интересно было бы узнать что это такое может быть может быть конечно это обычные каналы и сверху все это очень фантастически выглядит но если смотреть общую картину то мне такое ощущение создается что это не каналы то есть быть может быть это валы которые задерживают воду не знаю может быть это просто-напросто дороги обычные но на дороге также мне кажется мало что это похоже очень как видите много чего тут странного если более детально разглядывать также сразу хочу наперед вам сказать то что практически все координаты этого места так что не будем постоянно переходить в контакт копировать и рассматривать так же я здесь заметил остовы и следы то ли может быть от древних строений то ли может быть это уже современные но разрушенные но следы можно разглядеть какие-то геометрические формы может быть это от фундаментов может от строительных работ спорить не буду насколько это старые древние но место конечно очень любопытные как видите здесь круги интересные рисунки да здесь в прошлом кипела скорее всего бурная такая жизнедеятельность как я бы назвал так ну вот такое вот место нам посоветовала посмотреть айдана так ну если также детально все это место рассматривать то эта плата называется плата устюрт я даже заранее меточку оставил здесь фотография даже есть давайте посмотрим фотографию как это выглядит как эта плата выглядит а также рядом с фотографиями обнаружила странные объекты прямоугольной и овальной формы также что это за объекты непонятно ну вот здесь их отлично видно как вы думаете что это такое может быть рядом с дорогой как видите но фотографии к сожалению этого места нету как видите плата это безжизненная ну как в смысле безжизненная конечно жизнь здесь есть но я имел ввиду то что очень мало растительности также видно как хорошо водная эрозия поработала и как эта плата просто исчезла в прошлом от какой-то гигантской вернее от какого-то гигантского потока оазис в пустыне и также все что вы видите белым цветом это солончаки соленые озера а если здесь соли много значит был и потоп но это мое мнение и потоп знаете не маленький здесь был и вообще по всему казахстану если смотреть более детально практически весь казахстан в таких вот солончаках соленых озерах где-то да они высохшие где-то еще вода осталась но судя по рельефу этого плата вернее то что от него осталось здесь прошелся очень гигантский поток дорогие друзья это место как я вам уже показывал находится между Каспийским морем и Аральским морем можете сами свои карты открыть и посмотреть более детально это место также как видите есть очень интересные горы также интересные постройки в этом месте можем увидеть и наши конкреции ну и конечно же следы жизнедеятельности нашего современного человека экскаваторы работы проводятся по созданию каналов и так далее но мы давайте еще парочку фотографий посмотрим фантастическое место которое находится в Казахстане фотография под названием меловой зуб да очень интересный зуб не правда ли фантастическая эта горочка выглядит у нас вид внутренней части плата интересно это глина такая белая или что-то с мелом связано октолога из тыльной стороны вот так по версии официальных ученых выглядит водная эрозия вот так вода размывает и вот такие вот фантастические виды остаются каньон октологай Казахстане очень много интересных мест дорогие друзья мне кажется если кто-то есть среди вас любитель американских национальных парков и каньонов советую лучше в Казахстан съездить здесь также очень фантастические виды да и недалеко ехать в отличии от Америки ну а мы давайте откроем контакт и посмотрим еще несколько координат которые прислала нам Айдана меточка под названием пробка на холме ага Айдану также заинтересовали странные наплывы похоже на грязевые вулканы конечно фотография не супер качество но такое ощущение что здесь изливалось в прошлом подземные грязевые вулканы а может быть так и водная эрозия поработала что практически вот такие вот пробочки остались да конечно Айдана скорее всего намекала на пробочку вот этого небольшого размера но я вижу здесь гораздо большие пробки и такое ощущение да что-то здесь ранее было большего размера а теперь размыло всего лишь это посмотрите какие горы странные да фантастически все выглядит да фантастически все выглядит я так думаю здесь огромное количество травантов есть то есть траванты или конкреции это те камни которые растут это уже доказано дорогие друзья вот такое место интересное нам Айдана прислала так же как видите это место рядом с этими же заборами давайте еще посмотрим что же интересного нам прислала Айдана так странные круглые белые пятна одинаковых размеров в 6 рядов да здесь какие-то пятна круглые странные как видим неправда 6 рядов что это за пятна что это за круги так же пока не знаю я думаю и вы так же не знаете но след как видите отчетливо видно с более чем 6 километров ну а так же везде как и в России преследует нас сетка да мне многие писали что это геологоразведка ну как видите такая сеточка не только у нас в тайге делается но и по пустынной местности в Казахстане хотя как видим здесь она не совсем пустынная есть кустарник трава ну конечно не такая растительность как у нас в тайге елки кедры березы здесь совсем другая природа уже вот такие наблюдения на сегодняшний дорогие друзья а на этом я думаю видео ролик буду заканчивать надеюсь он вам понравился и был полезен на этом все всем до новых встреч до новых встреч до новых встреч